доброе утро друзья вы на канале все для клёва в очередной раз мы с вами выбрались на рыбалку к сожалению большего места для рыбалки я не нашел прошлись по берегу влево вправо метров по 200-300 может даже и больше но короче вот только вот такая лунка и то спасибо моему подписчику который освободил мне лунку узнав меня поэтому у нас будет сегодня рыбалка максимум там на два удилища а то может и даже на одно посмотрим как будет клевать мы сегодня очередная у нас рыбалка в рубрике рыбалка с подписчиком поэтому приехал сегодня с сергеем вот в этой чате сергея здравствуйте всем привет я приехал с александр на рыбалку так как я не профессионал обратился к нему чтобы он не помог вот мы на данный момент твоем пока поймали два карася причем даже очень хороших один из них такой достойный экзекпляр грамм 300 будем ждать да причем получается так что я ловлю на inline сергей решил поймать на ловить на макушатник запахом чеснока запахом чеснока прекрасно ну на макушатник пока поклевок не было у меня было две поклевки и пока два карася в нашем садке не показывал их потому что было темно еще сейчас только утро только начало сереть и мы сразу начали снимать видео буду ловить я на удилище кайдо импульс трехметровая это будет у меня средняя дистанция и на дальней дистанции возьму кайдо рекорд длиной 36 метра катушки как всегда обычно я использую это аж у 60 аж аж у 50 и с пятидесятной шпулей вот что одно на что на другом удилище и как всегда будем ловить на горох я уже его смешал с прикормкой вот и наша прикормка так как преимущественно сегодня мы будем ловить леща карася то такая прикормка от fish sport лещ называется я ее больше половины добавил сюда в горох также сюда добавил опарыша вот и таким таким виногерятом будем кормить сегодня нашу рыбу так на что будем ловить я буду ловить сегодня значит оснастка инлайн все вы прекрасно знаете это вот такой отводик я сделал на ветвишке это бусинка крючок кормушка значит буду пробовать на среднюю дальнюю дистанцию и возьму на среднюю дистанцию 80 грамм кормушку с грунтозацепами видите какие у него большие грунтозацепы и на дальнюю дистанцию буду использовать такую же только 150 попробую поймать с того берега посмотрим что получится то есть оснастка в принципе одинаково единственное что меняется только громад грузила использую леску вот такой анаконда 035 как раз ее хватает ровно 250 метров для того чтобы заполнить шпулю пятитысячную мои катушки да и крючок вот крючок использую сегодня буду экспериментировать с таким крючком пинт хук овнеровский очень тонкий крючок такой синеватого цвета если вы видите 8 номера да кстати хочу сказать что у сергея тоже импульс удилище длиной 2 и 7 метра принципе оптимальнейший вариант для макушатника кстати у тебя клюет смотри как мне кажется это клюет да ну что-то слабенько ну вроде как клюет понял как народ закидывает кстати я хотел рассказать что александр я купил это прекрасное удилище за доступную цену в одном из магазинов я видел цена была очень высокая намного высокая на сколько варанга сколько 500 грн 3 метровая дилища да понятно я удивился но друзья у нас все это практически практически в два раза дешевле так что обращайтесь если что ну что друзья забросил я на дальний одну на дальний заброс это на средний вот смотрю что несет нашу кормушечку наверное дальний я уберу потому что места очень мало и чтобы не путаться и не превращать рыбалку в пытку в распутывание непонятных снастей нервозности наверное я уберу дальний заброс и оставлю только одно удилище и буду ловить на него да сереже как как ты считаешь я тоже считаю что нужно убрать дальний да ну что и не только вас и меня наверное будет пересекать да поэтому сейчас уберем и не будем морочить голову у меня была одна поклёвка кстати на макушатник но я не успел это печь да я надеюсь что человек еще раз плюнет то не раз подожди еще все будет нормально ну что ты может расскажешь хоть о себе что ты чем ты занимаешься вообще я вообще спортсмен профессиональный тренер тренирую людей то есть это моя работа так занимаясь людьми тренирую трансформирую их не тело так сказать также диету прописываю разные у всех разные соотношения тела кому-то больше кому-то меньше надо калорий есть кому-то наоборот мышечную массу набрать перевести жир до мышцы например там ну вот такая моя сфера деятельности в данный момент то есть ты занимаешься фитнес как фитнес тренер да фитнес тренер интересно работаю в фитнес клубе да кстати друзья если вы видели мои более ранние выпуски прошлого года и сравните с выпусками которые сейчас то увидите что у меня тоже прошла трансформация тела моего то есть я скинул порядка 25 килограмм за это время и вот благодаря таким моментам тем чем занимается как раз сергей и мне вот очень было бы интересно с ним пообщаться именно на эту тему потому как сейчас очень много и молодых людей и среднего возраста ну стараются следить за своим телом следить за своим здоровьем да и как бы пытаются есть здоровую пищу по мере по мере возможностей на финансовых и вообще да да и заниматься в спортзалах плавать бассейнах бегать то есть здоровым здоровым образом жизни заниматься да если нет возможности даже пойти в спортзал так же самое можно и дома элементарные упражнения делать то же самое отжимание поддерживать себя в форме пресс покачать да по приседам планку поделать да планку поделать да конечно побегать вокруг дома парка будет вообще идеально ну понимаешь многие не находят на это время у всех работа даже некуда даже с пяти с шести утра уже бегом-бегом зарабатывать деньги понимаешь и нет возможности заняться своим здоровьем да я с вами согласен да кстати кстати говоря хочу сказать друзья мои что я как-то сниму видео о своей трансформации тела кстати говоря даже так я как анонс скажу что я его снимаю каждый минус 10 килограмм я снимаю видео и снимаю какие у меня ощущения вот и я думаю где-то где-то после нового года я покажу вам это видео ну вообще хорошо расскажи что вообще как ты считаешь здоровая пища что это как ее есть что хотя бы так вкратце надо еще правильно есть не есть все подряд да можно есть здоровую пищу много можно и мало то есть правильно есть это дробное питание дробное питание это дробное питание на разбиваем там на 6-5 количество приема пищи да да в день это получается каждые три часа грубо говоря да через каждые три часа также есть перекусы есть основные приемы пищи то есть тот же самый есть подсчет калорий для каждого человека ну это сложно а вот простому человеку как сделать это так чтобы улучшить свою физическую форму и я же объяснил бегать то есть делать какие-то физические любые упражнения ну ты согласен с тем что основное это все-таки питание конечно питание зависит процентов 70 от того как вы будете себя чувствовать в основном так вот как раз вопрос по питанию что нужно есть нормальному обычному человеку с средней или слабой интенсивностью физического труда то есть человек который не машет целый день топором а сидит например там в офисе нажимает на кнопки в компьютере или например целый день сидит за баранкой своего автомобиля ну вот такого человека я бы так сказал небольшой расход калорий так то есть он может кушать и три раза в день и два ему будет достаточно а тот человек который занимается у него больше физической нагрузки в день да он теряет больше калорий и потребности больше понятно но ты же только что говорил про дробное питание ты говорил о здоровом образе жизни и что нужно дробное питание но если у человека нет возможности много заниматься там спортом или на этом времени у него нет как ему с помощью питания поддерживать поддержать себя да вот этот момент расскажи пожалуйста здесь надо конечно придерживаться желательно не есть много сладкого так жирные пищи такой как жареная желательно есть только отварное то есть отварное мы едим фрукты кстати из фруктов я бы вам советовал есть яблочки зеленые семеринка ага golden они будут просто идеально так же самое ага так это щука это щука гоняет малька понятно то есть кушать овсянку овсянку и травм это желательно да яички гречку можно так же самое гранат добавить гранат или грейпфрут ага грейпфрут цитрусы цитрус это вообще идеально для организма болеть вы никогда не будете кушать а что скажешь по поводу шоколада тортиков там всякого тортик ага ну по утрам вкусняшки вкусняшки такие по утрам понемножку я считаю что можно конечно желательно не на ночь если на ночь будем кушать то будут у нас уже расти бока понятно будут отталкиваться не туда куда надо то есть почему утром утром мы кушаем да а вот во время дня мы это все расходуем то есть наши калории то что мы съели расходуется во время 3 часов тот же самый шоколад ага это глюкоза понятно то есть не на ночь не надо на ночь нажираться когда последний прием пищи во сколько нужно сделать я так сказать ему что последний прием пищи может даже и перед сном это творог творог как протеин плохо усваиваемый белок козей называемый его можно на ночь ага то есть друзья если вы проголодались да и вот он что то хочется скушать вот вот хочется ну со все под ложечкой да 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 поесть творога да или кефирчика стаканчик купить кефирчика тоже можно да конечно без проблем желательно не жирного то есть однопроцентный да да будет идеально просто вот то есть закупайте себе кефир творог ставьте в холодильник его и творог желательно домашний магазины не брать так это жирный что домашний 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 есть разные и жирные есть обезжиренные домашние да да магазинный творог он не такой конечно качество хорошим нехорошего качества да я бы сказал и по вкусу он не очень понятно лучше усваивался творог и шел к нам я бы вам советовал добавить немного меда так это сладкое это сладкое ты же говоришь сладкое полезное это не сахар обычный угу за часа три до сна я бы вам советовал скушать такую как рыбку белую такого плана как хект или же грудинку куриную ага а что насчет свинины свинины нет свинина надолго усваиваемая тяжелая да тяжелая для желудка конечно ну на обед можно ей кушать тяжело на обед нужно кушать свинину конечно свинину и говядину на обед можно кушать ага да желательно делать дробное питание перекусы вот основные например там 3 да мы кушаем там 9 это у нас основной прям пища там завтраки и обваренные яйца потом у нас перекус 12 основная пища у нас перекус это что перекус это может быть яблоко как я говорил да семеринки кефирчика выпить то есть смотря для чего если мы наращиваем мышечную массу тогда там уже чуть-чуть другое питание там надо больше давать на тело давай поговорим об обыкновенном человеке обыкновенном человеке да кефирчик это яблоко со временем скажи пожалуйста а кефир и яблоко совмещаются между не совмещается то есть надо либо кефир либо яблоко не надо кушать кефир с яблоком да яблоко лучше есть а то я так понимаю будет пучить животик да и будет неприятные запахи да будет неприятные очень запахи особенно окружающим людям понятно то есть друзья нужно кушать углеводы и белок и белок ну а клетчатка это что клетчатка это овощи ну это это углеводы овощи да клетчатка нам помогает лучше усваиваться то есть усваивает наш тот же самый углевод то что мы съели те же макароны например да мы съели макароны там и какой-то салатик то есть клетчатка нам помогает лучше усваиваться перевариваться то есть переваривать пищу помогает то есть то есть если кушаешь ты клетчатку то хорошо ты ходишь в туалет я правильно понимаю то что друзья значит какой мы делаем вывод всего этого в принципе можно кушать все но только в нормальных нормальных дозах правильно главное в этой жизни не есть друг друга друг друга не ешьте но это конечно в переносном смысле то есть не нервничайте не колбасить друг другу мозг правильно и не ешьте друг друга кстати александр я вас спросить да неудобно я правша так с катушкой этой сниму колокольчик это раздражает народный колокольчик звук колокольчик я позже так что за проблема удобно мне хотелось бы левой рукой крутить как это можно сделать можно либо кроша да ну да ладно тут лучше правой рукой держать удилище левой курить ну так для этого вот эту ручку можно переставить на ту сторону она откручивается да ну конечно а то я не знал конечно у вас тут очень мало лески осталось надо бы конечно поменять лесочку я с вами согласен до резко уже такая мягко говоря ничего скоро мы все обновим на море сандра магазина все для клёва есть все все что надо для рыбалки ну да даже за беленькая штучка вытаскивается это на это такое путь на колечко аккуратненько кому не выпало колечко обратно другой стороны теперь уже есть это что мы ставим да ну да но сначала надо вставить сюда ручку я держу сначала ручку но она есть закручивать все теперь будет гораздо удобнее и приятнее то есть правой рукой вы держите удилище то есть своей самой сильной рукой а левый нужно просто крутить ручка правша ну это будет идеальный вариант совсем другое дело николаевич елки-палки но одного леща и два карася но красавчик ну и с подписчиками так как обычно да но практически всегда потому что мега канал он к нему как магнитом люди тянутся потому что чувствую что как только прилип магнитик потом от тебя магнитик опять начинает ну да ну что если я попросил опарыш отличный дать мне чуть опарыша ну возьмите какие проблемы не покажешь короче карпикова взяли с утра на шо карпика взял на грох как обычно на дальний заброс ближний кстати не на дальнейшем ну ага понятненько ну и мы тоже кидаем метров 20 где-то так да ну покажи как вы меня кидаете ну а шо такое что это такое макушатник шо не понятно что макушатник такую макуху тут не такую макуху не ловят у нас не ловят только на кукурузину на кукурузную да ага есть кукурузная у меня есть горохово да тебе не горохово не канает да давайте я тебе могу продать но для мега учителя даю бесплатно твою же которое куплено в нашем же магазине все для клёва все понял идем сынок ну спиннинги конечно наши ну да и уже это читаешь все читай все делай как он научит у вас такая палатка интересная смотрю держим передаём из рук руки вот видишь кому-то ага спасибо кидай спасибо высшее да все хорошо рыбалки спасибо сейчас мы ее просунем этот кончик можно чуть-чуть обрезать обрезы да буквально оставить здесь ну это пол сантиметра достаточно а то я так думал будет удобнее и так будет тоже удобно вот тогда да готова забрасывай давай так как вы меня учили так как я тебя учил пальчик сюда то есть держим плодоверно без казалось перпендикулярно до удилищу так давай из-за головы не с плеча с головы из-за головы смолька сначала да посмотреть назад да техника безопасности превыше всего смотрим куда мы кидаем приблизительно да да ориентир нашли давай огонь огонь не получился так в чем в чем была проблема защёлкнулась защёлкнулась душка да да то есть катушечка уже подгулявшая уже да 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 надо бы уже поменять ее давно уже пора поменять да да так повторный забросик так огонь ну вот где-то так как убрать жир именно снизу живота снизу живота да смотрите на опыте у меня был клиент то есть мы с ним когда занимались интенсивно да я давал такой напиток обычная вода желательно конечно не с крана нормальную воду набирать так же можно в увете взять это не знаю в магазине купить добавляем много лимона выжимаем и чайную ложечку меда то есть я заметил что с этим напитком у него быстрее начали сжигаться жиры ну то есть но все равно была какая-то интенсивные какие-то у нас поклевочка ну давай 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 убери колокольчик я тебя прошу то есть физическая нагрузка по-любому нужна правильно конечно то есть физическая нагрузка по-любому нужна вот он галяк бывает в общем тренировка у нас не проходила час я засекал 15 минут интенсивный час 5 3 раза в неделю ага одна неделя была силовая у нас другая неделя была у нас легкой типа карьеру не сильно перенагружал до человека ну и что с живота ушел жир да жир ушел начал проявляться пресс наши так желаемые кубики о которых все желают да да готов давай наживил я опарыша на давай горошек подожди бери там у тебя что-то зацепилось что-то я что-то поймал оп так аккуратно посмотрел назад так ну уже получше уже получше добрый день добрый канал все для клёва здравствуйте что вы делаете расскажите то есть видимость лучше бывает зацепы легче перекинуть друзья получается такая ситуация вот как сегодня ночью я ходил искал себе место найти не мог а тут получается называется сделай место себе сам да или кому то еще да то есть нет места разрубил себе окошко берешь такую косу недорогое ага и поехал да чуть физически работ зарядка утренняя утренняя зарядка тоже полезная понятно так что так коса прикольная такая дешевая недорогая ну хоп хоп утренка 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 на что ловите если не секрет на все и горох и червь и опарыш а что за снасть разные потаповская кармошка для гороха ага пользуетесь да снасть по вашим технологиям вы что подписчик канала конечно оооо дайте пожму вашу мужественную руку ооо прикольно с самого начала да да очень много интересной полезной информации ага подписывайтесь смотрите звоните задавайте вопросы да кстати говоря Александр ответит на любой ваш вопрос без проблем без проблем на почте сайта клево.com.ru есть телефон так что можно зайти посмотреть и позвонить и спросить любой вопрос да без проблем так что вот народ народ знает и народ ловит да я буквально случайно попал на ваш канал вы только только начинали ага подписался сообщение приходит ага то есть нажали на колокольчик да да колокольчик есть приходит сообщение понятно так что друзья жмите колокольчик на под видео да да и вам тоже будет приходить сообщение когда подписка а потом колокольчик чтобы вам приходили постоянно новые сообщения о новых видео а посмотрели до 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 Вот такая тарань, друзья. Так. Да, тарань хорошая. Да. Хочу показать вам, друзья, новый вид поводка, который мне подсказал один из подписчиков моих. Посмотрите. Это получается как волосяная оснастка. Сейчас, конечно, спортсмены начнут плеваться в одну сторону, но тем не менее. Получается очень уловистый вариант именно самого поводка. Сейчас я рыбу положу и вам покажу. Смотрите. Получается такая ситуация. Вот есть основной крючок. Да. Вот он. И есть крючок, работающий как волосяная оснастка. То есть сюда мы можем забить опарыша, или кукурузу, или горох, все что угодно. Червя. А этот получается свободный. Крючок без ничего. Какой плюс от такого варианта? Значит, если оснастка без крючка, то есть обыкновенная волосяная оснастка, то менять каждый раз горох, скажем так, ну очень напряжно. Ну, не очень приятно каждый раз его менять. Хотя его необходимо менять как можно чаще. Почему? Потому что каждая рыба оставляет на вашей насадке слизь. И после этого не каждый карп или там карась клюнет после того, когда останется слизь от другой рыбы. Понимаете? То есть желательно, не обязательно, желательно менять насадку каждый раз при забросе. А чтобы ее менять каждый раз при забросе, ну, на волосе не очень-то легко, и не каждый хочет этого делать. Да и сам я не хочу, честно говоря. А когда вариант такой с крючком, то есть сюда можно надеть горошину. Вот она горошина. Ее можно надеть, наживить, насадить. Вот она. И получилась вот у вас волосяная оснастка. Вы поняли? Или опарыш нацепить. Тоже будет пучок опарышей, почему бы и нет. Можно попробовать. Вот такой вот вариант. Значит, экспериментирую также вот с вариантами кормушки. Вот есть такая же кормушка с такими же грунтозацепами. Вы видите, квадратная и круглая. В чем плюсы и минусы одной и другой. Значит, вот эти плюсы в том, что здесь есть крылья такие, которые, если вы будете вытаскивать, она будет быстро подниматься. То есть, не будет цепляться за уступы на дне. А вариант этой кормушки лучше тем, что она больше объема. То есть, если вам нужно высыпать туда больше корма и быстрее прилечь рыбу, то необходимо тогда такую сцеплять. Если есть уступы на дне, то, конечно, лучше тогда такую. Ну, то есть, надо экспериментировать и пробовать. Вот такой вот вариант. В моем случае, например, сейчас мне нужно, у нас короткая сессия рыбалки, где-то мы до обеда посидим, половим. Поэтому мне надо хотя бы весь горох, который я наварил, высыпать дедушке Днестру, покормить рыбу. Поэтому я хочу, чтобы до обеда мы этот есть горох израсходованы. Вот и все. Друзья, и самое главное, фидерные ловли, самое главное, я считаю, это кидать в одну и ту же самую точку. Вот наметили себе точку лова, все в нее, все время бомбить в одно и то же место, в одно и то же место. Если заразбрасывать, толку нифига не будет. Вообще. Это легко сделать, когда у вас дистанция лова близкая. То есть, ближняя, либо средняя. Когда на дальние дистанции ловить, это очень трудно сделать, потому что вы вроде смотрите на дальности 100 метров, а разлет плюс-минус 10 метров дает себе знать, и поэтому кучка там, кучка там, кучка там, эффективность нулевая. А когда близко, вы все видите, куда бросать, что бросать. Это очень удобно. Конечно, можно клипсоваться и кидать, но не каждый так делает. Друзья, поделюсь с вами секретом по поводу одного варианта вязания поводков. Он, скажу сразу, не совсем спортивный, но уловистый. Значит, вязать его нужно из двух вариантов кучков. Я, например, выбрал вариант вот такой Кобра 14 номер, очень маленький, тоненький кучочек. И второй вариант, такой восьмерочка Пинтхук Овнеровская. Ну, варианты могут быть разные, но, тем не менее, принцип я сейчас объяснил. Итак, вначале мы привязываем крючок маленький. Привязываем самым удобным для вас способом, какой вам вы считаете необходимым. Такими вяжите. Значит, вяжу я у меня шнур диаметром 0,08 миллиметра. Это с моего удилища нахищника я взял кусок, чтобы привязать этот поводочек. на шнуре он будет смотреться выгоднее, чем на леске. Леска жесткая, этот мягенький, поэтому я думаю, что этот вариант должен быть уловистый. Вот получается у нас вот такой вариант крючка. Вот он. Привязали. Теперь берем второй крючок. Берем второй крючок второй крючок и поддеваем в этот же шнур. Только ставим его чуть-чуть выше. Получается. Вот так к жалу. Вот он получается вот здесь. И получается второй крючок, маленький который, или первый крючок, который маленький, используем его как волосяную оснастку. Вы поняли? То есть вместо петли волосяной оснастки мы используем вот такой крючок. Очень эффективно он получается с опарышем, или с кукурузой, или с горохом. Есть возможность быстро поменять горох. То есть снял его, зацепил новый. Все. Вот в этом его и получается эффективность. Здесь вяжем безузловый узел как всегда. Александр, я вот хотел узнать, я хочу себе купить еще одно удилище. Вот ты видел телескопическое удилище, навигатор вроде называется. И я не знаю, что вы посоветуете, телескопическое или штекерное все-таки опять взять? Ну смотри, сейчас ты кстати попробуешь этот штекер, посмотришь его в деле, как он тебе подходит или нет. Понимаешь в чем дело с телескопическим удилищем? Во-первых, это уже честно говоря прошлый век. Может многие подписчики не согласятся со мной, но тем не менее. Кольца расставлены на этом телескопическом удилище так, как позволяет эта конструкция. То есть на самом конце каждого колена. из-за этого получается неравномерная нагрузка на удилище происходит во время вываживания рыбы. Из-за этого получается кончик жесткий. из-за этого не видны поклевки мелкой рыбы. Вот в чем проблема. Но зато у него плюс то, что ты его сложил, собрал и можно в принципе сложить его чуть ли не сантиметров сорок на удилище собрать и увезти с собой куда-нибудь в какую-нибудь командировку и там ловить. То есть в нем конечно есть свои плюсы, но как для меня больше минусов в телескопическом удилище чем штекерным. Штекерным все-таки поклевочка поклевочка друзья. Блин сорвался вешать в потолку обрыв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что ж такое клювало? Был карповая поклёпка была, друзья. Ого. Ого. Ну, смотрите. Ключка-то нет. Ого. А всё, причина в чём? Знаете, в чём причина? Я знаю. Нужно было что сделать? Я-то отрегулировал битранер, да? Нормально было. А здесь он был зажат. И получается, когда я выключил битранер, сам фрикцион катушки был зажат сильно. Из-за этого, получается, карп рванул, блин, и сорвал у меня ключок. Поэтому, друзья, фрикциончик, который на катушке, который отвечает за вываживание рыбы, обязательно ставьте так, чтобы он был хотя бы в среднем положении, чтобы он смог сматывать эту блеску. А у меня была резкая поклёвка. И всё, я остался без ключка. Да, снасть эффективная. Видно. Капец, блин. Обидно. Досадно. Но ладно. Я вот смотрю, вы ловите в основном только на леску, да? Да. А многие рыбы, я замечаю, ловят на шнур. Угу. В чём их отвечаю? Ну... Что будет лучше? Что посвятит тебе? Вот я, например, ловлю на лес, на шнур, только в одном случае. Когда... Это где-то начало марта месяца, когда первая-первыхая поклёвка тарани, она мелкая, и она очень нежно клюёт. И тогда, чтобы увидеть на шнуре поклёвку, через шнур, потому что шнур не тянется, я ставлю шнур на леску, ой, шнур на катушку. Во всех остальных случаях я ловлю на леску. Почему? Ну, смотрите, например, при поклёвке вы забросили удилище, клюнул карп, например, да? Или там, ну, любая другая рыба. Вы видели поклёвку. Что вы делаете? Вы начинаете подсекать, правильно? Получается, за долю секунды у вас кончик удилища проходит, ну, метра два. То есть у вас поклёвка, вы её... подсекли, эту рыбу. Что происходит на самом крючке, на самом жале крючка? То есть вы подсекли рыбу, и когда вы ловите на шнур, а он не тянется, весь этот рывок передаётся на это жало. Маленькое жало. И получается надрыв щеки у рыбы. И пока вы вытягиваете рыбу со снастью, она успевает освободиться из-за того, что большой надрыв. Если у вас стоит леска, леска амортизирует этот ваш порыв, скажем так, и подсечка происходит плавненько, и надрыва большого не происходит, из-за этого вы просто не теряете рыбу. Вот, в принципе, основное отличие. То есть шнур, положительные качества шнура, что он крепкий, но отрицательное то, что он не тянется. Леска тянется всё-таки. Поэтому я за леску. Я понял. Спасибо. Будем знать. Да, карповая поклёвка, блин, сорвалась. Ай-яй-яй. Так, ну что, друзья, я, короче, уже связал этот поводок. Связал я его. Сейчас уже петелечку в конце поводка сделал. Отрезаю лишнее. Вот. Вот он, этот поводок. Смотрите. То есть этот крючок не предназначен для ловли рыбы. То есть мы на него подсекать ничего не будем. А вот одеть горошину можно вот так, спокойно, быстро, раз, и оно одето. И получается вот такой вот вариант. По-моему, очень эффективно. Вот я бы хотел спросить. Вот это же фрикцион, да, оно? Это передний, это задний. А чем отличает переднего и заднего? Ну, смотри, задний он отличает за битранер, за работу битранера. То есть за тот вариант, когда ты не подходишь к удилищу, и рыба, когда клюет, она стягивает леску. То есть твое удилище не улетит в реку, гарантированно. Поводок не порвется, и все будет хорошо с ним. Понимаешь? То есть до того момента, пока ты не придешь и не крутнешь первый оборот ручки. Вот ты крутнул, все, битранер сработает. Теперь уже силу уступает передний фрикцион, понимаешь, который регулируется вот здесь. То есть теперь ты уже регулируешь передний фрикцион, задний, только когда ты отошел от удилища и ждешь поклевки. Понял? да. Да. Все. Будем знать. Неужели у него получилось? Нет, ничего. Ничего нету? Нет, что-то есть. Так есть или нет? Что-то вибрирует. Вибрирует? Да, да. Понятно. Друзья, ну давайте будем поздравлять Сережу с первой пойманной рыбой в его жизни. Так. Осень большой. Ну, слушай, ну, большая, маленькая, то дело такое. Главное, результат есть. Вот такая вот. Отпускаем? Ну, как ты думаешь? Я думаю, отпускаем, пусть растет. Молодец. Я только за. Пусть растет. Друзья, отпускайте маленькую рыбу, пусть растет. Вот, аплод. Молодец. Круп почета. На волосяную останточку, друзья. На волосяную. Вот, таранюшечка. Поздравляю тебя со второй рыбой, елки-палки. Спасибо. Друзья, это картик. Это картик, маленький картик. Посмотрите на волосяную оснастку. Так, все, быстренько, быстренько его отпускаем. Это все-таки карпик, друзья. Правильно? Беги, малыш. Отпускайте маленькую рыбу, пожалуйста. Не наступи. Не, ну вот я хотел тебе задать вопрос именно по поводу что пить. Либо компот, либо сок, либо чай, либо воду. Компот, чай это напиток, это не считается за воду, которую мы пьем, которая нам нужна в жизнедеятельности. Вода вообще улучшает кровоснабжение во всем организме, кровь становится более жидкой, не такая густая, они лучше ходят в организм. и меньше бляшек получается, да? Да, да, да. Да. Всяких там инсультов, вернее, инсультов, инфарктов, да? Инсультов. Инсультов. Забиваются сосуды в основном из-за неподрезанных наших жиров. Если народ кушает масло типа масло, на самом деле там маргарин продают или пальмовое масло, да? Вот это ты мечтал? Да. Вообще лучше воду еще пить на точках. Это вообще идеально. На точках выпить, через минут 20 уже можно приступать к приему пищи. То есть если ты почувствовал себя голодным, да? Да. То это не значит, что надо бежать в кастрюлю и топтать, правильно? Конечно, не надо. Это сначала нужно пойти и попить водички. Да. То есть можно даже сказать так, что на самом деле ты не хочешь кушать, ты хочешь пить. Да. Да. Сначала лучше выпить, а потом уже поесть. Но выпить именно что-то... После еды пить, конечно, нельзя. Желтков в Богданово сложнее. После еды нельзя пить, да? Конечно. Ну, короче, друзья, сколько людей, столько мнений, но к мнению, конечно, Сережи я бы прислушался с точки зрения того, что он все-таки профессиональный в этом деле человек. Ну, там, друзья, бесплатный ликбез по здоровью на канале Все для Клева. Очередная тарань. Что там у вас позвать? Да никак. Никак? Что-то слабовое. Почему так? Ну, старанечка. Да вот таранечка такую. Я и обзар. Вот он мой. Карп. А мы тараньки рады. Правильно? Да. Вообще, надо, друзья, радуйтесь жизнью. Любым мелочам. Просто радуйтесь жизнью. И будет все хорошо. Друзья, расскажу вам маленький секрет. Значит, когда рыба не клюет, нужно сесть самому и покушать. И только вы сядете кушать, обязательно у вас будет поклевка. Вот проверяем на себе этот эксперимент проводим. У нас второй завтрак, да, или как перекус, как принято говорить, да? Да. Вот. И посмотрим, совпадает это с действительностью или нет. Вот, друзья, смотрите, как народ на рыбалке варит горох. ведрами. Ведрами для дедушки днистра. Угощение готовят. Вы видите? Так. А вот он, Владимир Николаевич наш, дорогой и бесценный. Привет. Здрасте. Ого. Что вы там уже? Чистите рыбу? Да. Будем чистить рыбу. И что, уже собираетесь домой? Практически, да. Это элемент сбора. Понял. Два карпа. Два карпа, да? Это за вчера и за сегодня? Нет. Пять. Пять за два. То есть сегодня два карпа? Первый восемь и второй двенадцать. Владимир Николаевич, а где? Под берегом? Нет. Не под берегом. Не под берегом? Да. А я вам скажу, что вот ребята, которые соседи ваши, значит, кидают горох прямо, грубо говоря, под первую бровку. Да, я вижу. Видите? Да. Пока этот горох упадет на четыре метра, а глубина четыре метра бровки, весь горох находится у вас. То есть вам вот здесь, прямо рядышком с вами, нужно кидать прямо, прямо под бровку. Я кидал, у меня вот два на дальнюю и там еще два. Вот эти поставьте два на ближнюю. Да. Вот поставьте их на ближнюю, прямо на ближнюю. Вот где вот этот листочек, вот тот. Давай. Поставьте и посмотрите. Давай. Потому что, ну, тактика такая, наука называется, понимаете? Ну, давай попробуем. Все равно, как бы, уже. Значит, вот с этой будочки карп мой. вот с этой ваш. Договорились? Это, ну, такой маленький бесплатный совет. Это макушатники. Ага. Макушатники. Сейчас глянем, на какую макуху Владимир Николаевич ловит. Расскажите. Ловлю исключительно на кукурузу. Слином. Ага, кукуруза лен, друзья. Вы поняли? Владимир Николаевич, он плохого не посоветует. Он там, где же, конечно? Он лещарик какой, а? Не пойму, как он написал. Ну, зацепилась как-то. Ага. Так. Ну, вот он. Кукуруза лен. Самая лучшая макуха сезона 2018. Осень 2018, да? Да, да. Исключительно макуха. Ага. Да, Владимир Николаевич, вы расскажите, а где вы макуху берете? Макуху беру исключительно, как и все остальное, в магазине все для клевого, ребята. То есть, даже вопросы не задавайте. Не задавайте, Поэтому вопросы. Друзья, вы поняли, да? В магазине все для клевого, самая дешевая макуха. вот прямо вот сюда, поднос прямо. Это много! Это много! Еще! Еще! Все! Очередная тарань. Тоже неплохо, тоже неплохо. Это чуть даже покрупнее. Это даже покрупнее будет. Ну все, вы видите, как он сережа превращается в рыбака. Елки-палки. с помощью Александра. Без него я бы ее не поймал, наверное. Друзья, и у меня таранечка тоже крупная. Хорошенькая такая, жирнючая. Супер, вообще! Ох! Большая мука! Подходи с рыбалки. Хочется спросить Сергея о сегодняшней рыбалке. Как его ощущения? Что он о себе думает вообще о сегодняшнем дне? Как по мне, рыбалка сегодня была хорошая. То есть, я не жалуюсь. Рыбы достаточно. Хоть и тарань, но рыба, это рыба. И, в принципе, я много чему научился за сегодня. Начинаю от вязания крючков, заканчиваю вязанием снастей. Такие, как макушатник, инлайн. Я никогда об этом даже не знал, как их сделать. Вот Александр мне рассказал, подсказал. Волосяная оснастка. Да, волосяная оснастка. Кстати, она очень эффективна. Я только ее сделал, буквально через одну минуту уже были поклевки. Сегодня видели карпа. Это очень даже хорошо. Я его увидел. Я приехал за ним, я его увидел. Это очень даже хорошо. Ну, не поймали, ну, что сделать? Такое я делаю. Не каждому дано поймать карпа, и причем сразу. Да, и не будьте жадными. Выпускайте мелкую рыбу, как это мы делали сегодня. Большую можно брать, да. И то ограниченное количество. Такое, что покушать, не то, что там набрать, нахапать. Мешки тоже набирать не надо. Надо все равно будет дома сидеть, никого не нужна. понятно. Ну, еще нибудь, у нас сегодня был целый день разговоров о здоровой пище, о здоровом образе жизни. Вот в этой точке зрения скажи какие-нибудь заключительные слова. Желаю всем только крепкого здоровья. Будет здоровье и будет все. Будет рыбалка, нормальная жизнь. А может наоборот, если выехал на рыбалку, будь здоровья. Как тебе такое? Здоровье, чтобы выехать на рыбалку. Нет, я к тому, что свежий воздух, нормальные психические эмоции. Вот с этой точки зрения. Не то, что лежать на диване пиво пить, понимаешь? Или жену рыгаться. Это понятно. Отдых, конечно. То есть вот здесь как раз и есть здоровье. Вот тут как раз и можно как-то это здоровье улучшить, может быть, психическое здоровье, по крайней мере. расслабиться, подумать о смысле жизни. Вот. Как и что рассуждать на будущее. То есть с этой точки зрения рыбалка полезна во всем. Полезна. Да. Поэтому, друзья, прекращайте валяться на диванах. Но, в принципе, смотреть можно только канал «Всё для клёвого». посмотрели и бегом на рыбалку. Правильно? Да. Канал очень хороший, поучительный. Я его смотрел с самого начала. Ему уже больше года. Канал очень хороший. Друзья, у нас, короче, открывается школа, однодневная школа подготовки молодых рыбаков. Семинарная. Записывайтесь в очередь за Сергеем и вперед на рыбалку. Да. Я понял, что моя катушка не особо эффективна за сегодня. А удилище какое? Удилище бомба. Мне удилище очень нравится. Закидывает просто прекрасно. Лёгенькое, прекрасное. Рыбу вываживает хорошо. Даже там мелкая тарань уже чувствуется, как будто какой-то карп. не знаю. Но очень приятное. Мне понравилось. Да. Я скажу, импульс – это очень хорошее удилище. Да. Мне самому нравится, я это сам на него ловлю. Да. Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе за рыбалку. И вам спасибо за сегодняшний день. Было очень приятно с вами рыбачить. Добро. Друзья, ну вот наш как бы небольшой улов на дно удилище. Три нормальных карася. вот лещ, тарань. Такая мощная. Друзья, заканчиваем нашу рыбалку. Она для меня была тоже очень полезная. Сергей мне очень много рассказал по поводу здорового образа жизни. Это все тема для меня актуальная. Как я уже говорил, что я занимаюсь уже этим вопросом и уже достиг каких-то результатов. Но конечный результат я обязательно вам покажу. Пока предварительные результаты показывать не буду. Здоровья не купишь. Ни за какие деньги. Отберечь нужно здоровье с молодым. А если не успел, то хотя бы нужно как-то его немножко притормозить все эти процессы, которые начинают происходить в организме в комментариях под видео. Оставляйте свои вопросы к Сергею. Он обязательно ответит на них как подписчик моего канала. Он увидит все вопросы и может отвечать на них. Поэтому если что-то вам непонятно, обращайтесь. По поводу улова вы видите какая лунка всего лишь 3 метра. Одно съело у дерева Сергея, одно мое. В принципе улов ожидаемый. Скажем так. Карпа не поймали, но ничего. Нет, в этот раз будет следующий. Он еще будет клевать, потому что вода еще не холодная. Он еще не в коматозе. Он еще клевает. Поэтому приезжайте на реку, наслаждайтесь свежим воздухом, наслаждайтесь природой. пока еще есть возможность. Пока у нас сегодня 19 октября, кстати, друзья, 19. Вы видите, я еще стою в майке с коротким руком. Поэтому погода нас балует. Используйте эти денечки и приезжайте на реку. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все для Клева. Мы прощаемся с вами. До встречи на рыбалке. Всем хорошего, всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok